В эфире радио Комсомольская правда и у нас в гостях митрополит Леонид, патриарши экзарф Африки. Владыка, здравствуйте. Добрый день. Мы уже не раз разговаривали в наших эфирах о новом проекте, православном комплексе в Уганде. Расскажите, пожалуйста, что это значит для нас, для России и для африканской стороны? В плане, может быть, не только архитектуры и культурных связей, но, может, и духовного? Прежде всего, конечно, это символ дружбы и глубокой степени доверия. Как мы знаем с вами, на бедне состоялась двухсторонняя встреча двух президентов, господина Мусавене, президента Уганды и президента Российской Федерации Владимира Путина, где Владимир Владимирович уверил, заверил своего коллегу из Уганды, что духовно-просветительский центр будет в Уганде. Но для наших радиослушателей я бы хотел расшифровать немножко, что вообще из себя представляет этот пилотный проект. На самом деле, конечно, он глубоко, прежде всего, завязан на дружеские, перспективные и долгие отношения между нашими странами. И учитывая ту политику, которую на сегодняшний момент проводит правительство Республики Уганды, она очень близка к нам. Это такая же консервативная политика, это защита семьи, это протест против нарушения прав детей, против различных извращений в виде ЛГБТ пропаганды, трансгердерности и прочего, прочего, прочего. И поэтому, когда мы замахнулись на этот проект, и он был представлен политическим руководством двух стран, все его с радостью одобрили. Он будет включать в себя не просто храм с нашими луковичными, золотыми русскими куполами. Это будет Духовно-просветительский административный центр. Там будет и госпитали, там будет и профессионально-техническое училище, там будет Российский центр науки и культуры, как раньше его называли, сейчас мы называем это Русский дом, где будут и преподавать русский язык. То есть это целый комплекс. Там будут отели, там будут конференц-залы. То есть это такое, как выразился сам господин президент Мусовени, это будет мини-Россия. Уголок России. И вот все делегации, которые будут приезжать туда, они не будут разрознены по стране. Они будут работать там, они будут чувствовать себя как дома, ощущать себя как дома, со своим культурным самоэдентичным шифром и геномом. Ну вот, к примеру, вот смотрите на этот экспоцентр, в котором мы с вами уже сегодня работаем второй день. Ведь посмотрите, как вроде и народа много, и прекрасные павильоны разные, секторальные, по странам все. Но нам здесь уютно, комфортно, и вроде все как под рукой. Сначала мы не понимали, почему вот там находится кафе, там находится какой-то иной губернаторский комплекс. А теперь мы уже за сутки привыкли, и мы понимаем, что мы находимся тут. Вот то же самое можно провести параллель и с тем пилотным комплексом, проектом, который мы будем с Божьей помощью реализовывать в Уганде. И, ну, конечно, прежде всего, правильное, абсолютно заявление, справедливо. Это прежде всего духовный, конечно, центр, который будет нести образовательный и духовно-просветительский аспект для угандийского народа. Вот как раз хотела спросить, а после того, как будет закончено строительство, и он начнет работать, будут ли какие-то реализовываться гуманитарные, возможно, международные проекты? Они уже реализовываются. Значит, нашим патриаршим, а Африки год и семь месяцев. За год и семь месяцев мы зашли в 25 стран. У нас более 215 чернокожих священников только на местах. И, конечно, программы гуманитарного характера, социального характера, они реализовываются. Невзирая, хочу подчеркнуть, на весь спектр санкционного давления, который, как мы понимаем, оказывается тяжелейшим для нас грузом, иногда неподъемным, и оковами, которые тянут наши двусторонние и иные отношения с другими странами Африки вниз. Мы прекрасно понимаем, какую тяжесть давления оказывает Запад на африканцев, для того, чтобы они не работали, не сотрудничали с Россией. И, тем не менее, вчера вы прекрасно видели, да, на фронарном заседании, сколько было главпредставительств, на каком высоком уровне они были представлены. То есть, проект Запада по нивелированию и по уборке, как они выражаются, России с внешнего контура отношений, он полностью провален, я считаю. Мы с этим с вами сегодня сталкиваемся. В том, то же самое и русская православная церковь. Когда идет куда-то, а мы зашли глубоко на африканский континент, мы не стараемся построить для себя какие-то привилегии и какие-то материальные ценности. Мы идем с правдой, с любовью и хотим поделиться самым сокровенным, нашим успешным, на мой взгляд, событием с нашими соотечественниками. Посмотрите, у нас абсолютно со времен Советского Союза многоконфессиональная страна, многонациональная страна, сотни языков звучат на просторах нашей великой Родины. И поэтому нам есть чем поделиться. То есть, мы против религиозных войн. Ведь африканцы очень много страдают от обилия оружия, от межэтнических, национальных, секторальных, межплеменных конфликтов. И вот мы можем подарить им тот мир, о котором мы с вами только что говорили. У нас есть этот опыт. А если говорить в целом, как меняются перспективы нашей церкви в Африке, если более так масштабно на это посмотреть? На мой взгляд, положительно. Если первый год мы отмечали широкий спектр противодействия со стороны тех же греческих церквей, ну понятно, что они глубоко не самостоятельны, на них опять же таки влияет и диктует повестку Запад, то по истечению года и семи месяцев можем сказать, что легкие подножки остались. Ну нас это абсолютно не смущает. Мы с улыбкой уже на это смотрим сверху, потому что у нас есть цели, у нас есть задачи. Мы прекрасно ориентируемся в пространстве. Еще раз повторюсь, что помножить на ноль ни русскую культуру, ни русское православие, да и вообще русскую нацию и человека очень тяжело. Это практически недостижимый результат, поэтому они работают в ноль, а мы работаем с высоким уровнем коэффициента КПД. Владыку, спасибо вам большое, что нашли время для нас. У нас в гостях был митрополит Леонид, патриарш экзарх Африки.